Вы смотрите интервью для портала Столица. Меня зовут Ольга Петрова. И у нас в гостях семейный врач Алина Тереп. Мы сегодня поговорим про антидепрессанты. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Алина, вы согласны с утверждением, что жители Эстонии все чаще употребляют антидепрессанты? У меня нет такой статистики. Я могу опираться прежде всего на свои впечатления от своего списка пациентов. И по моим впечатлениям, более-менее мы на одном уровне. Но я подозреваю, что скоро я буду ощущать на своем списке, что эти цифры будут расти. С чем вы это связываете? Я это связываю прежде всего с новым постановлением, которое вышло 1 декабря прошлого года об ограничениях на препараты успокоительные и на препараты снотворные. Что изменилось для жителей Эстонии? Там идет ограничение в количестве и ограничение по выписке препаратов, что несколько нельзя параллельно выписывать. То есть, соответственно, пациенты будут вынуждены переходить на более правильные схемы лечения. А более правильные схемы лечения в случае, например, тревожных расстройств – это антидепрессанты. Поэтому мое логичное ожидание будет, что антидепрессанты будем видеть чаще в схемах. Семейный врач может выписывать антидепрессанты. Вот приходит к вам человек, рассказывает о своих каких-то переживаниях. Как вы понимаете, что ему стоит выписать антидепрессанты? Ну, наиболее частые показания для выписки антидепрессантов у семейного врача – это все-таки тревожные расстройства и депрессия. И это довольно часто встречается. Мы, как правило, стараемся узнать ожидания пациента, на что он больше настроен. Если мы говорим о тревожных расстройствах, то у нас есть все-таки психотерапия как альтернативный путь лечения. Если пациент сам не настроен на лечение антидепрессантами, то, естественно, мы предлагаем ему психотерапию. Бывают случаи, когда человек идет уже к психологу, и психолог говорит, что здесь только психотерапией невозможно ограничиваться, и присылает нам его обратно. Естественно, мы начинаем лечение антидепрессантами. Вы какие-то тесты проводите с пациентами? Ну, классика – это так называемый К2. Но на самом деле достаточно просто побеседовать и спросить, какие симптомы у него есть, как долго. Задать буквально 3-5 вопросов. В некоторых случаях уже этого достаточно. Антидепрессанты, они же разные. Как вы понимаете, какой конкретно препарат назначить человеку? Вначале все достаточно стандартное. Препараты первого выбора, они практически для всех одни и те же. Мы стараемся учитывать, какие симптомы у пациента превалируют. Ну, то есть, грубо говоря, у вас проблемы со сном, вы больше пытаетесь заедать проблему, у кого-то больше как раз тревожности какой-то и так далее. Но, как правило, мы более-менее ходим вокруг одних и тех же препаратов. Как только мы сталкиваемся с проблемой, что человеку данный препарат не подходит, то у нас появляется больше выбора, и мы уже там лавируем. Что значит препарат не подходит? У человека появляется бессонница или еще что-то? Когда мы начинаем антидепрессант, та проблема, с которой мы можем столкнуться, это нынешние симптомы могут стать ярче. Ну, например, с тревожностью. Тревожность может усилиться. Но этот симптом зачастую проходит. И, как правило, когда мы начинаем антидепрессант, мы начинаем в меньшей дозе, как раз чтобы пережить вот этот вот период неприятный. Как долго он длится? Ну, за пару недель, как правило, пациент все-таки привыкает. И у многих пациентов на более маленькой дозе, на самом деле, этого периода особенно и не ощущается. Достаточно часто пациент чувствует, я не почувствовала ничего особенного. Скорее он говорит, когда же наступит это облегчение долгожданное, а не то, что я себя чувствую очень плохо. Но остальные симптомы – это классика жанра практически у всех лекарственных препаратов. Тошнота, какие-то нелады с желудочно-кишечным трактом. Это можно прочитать практически на всех инфолистках любого лекарства. Действительно, так оно и есть. Но в некоторых случаях пациент говорит, что все равно не могу принимать. Тревожность осталась. Мне не нравится эффект. Мне не нравится эффект от антидепрессанта, в принципе. Сон должен был быть лучше. А я, наоборот, слишком сонливый или слишком энергичный. Или еще какие-то проблемы, их может быть целый спектр. И тогда мы вынуждены менять. И получается, что другой препарат, он вот эти все симптомы убирает. Бывает и так, да. А каким образом надо заходить и выходить с антидепрессантов? Это какой-то особенный период? Да, мы начинаем с маленькой дозы. Если у пациента уже есть опыт общения с антидепрессантами, такое бывает. Пациент приходит, говорит, я уже 5 лет назад примерно принимал уже этот препарат. Мы иногда движемся более смело. Говорим, что уже если в неделю попринимал в полудозе, так сказать, чувствуете себя хорошо. У вас уже опыт этого препарата есть. Можете уже пытаться поднять дозу. Если, так сказать, новички, то этот период немножко продляем. 10-14 дней в некоторых случаях. Более неуверенные пациенты. И 3 недели. Семейный врач зачастую знает своих пациентов, у которых побочных эффектов всегда больше, чем обычно. И иногда тянем еще дольше. Алина, как работают антидепрессанты? Что они делают с нашим сознанием? На самом деле есть разные группы антидепрессантов. Как правило, там идет игра с серотонином. Но с сознанием, как таковым, в классическом понимании этого слова, в общем-то ничего не происходит. Мы не ожидаем, что от антидепрессанта человек станет более заторможенным, более сонливым, безэмоциональным или так далее. Мы просто ожидаем, что у человека, у которого есть повышенная тревожность или отсутствие хорошего настроения, или слишком плохое настроение, отсутствие интереса к жизни или общая такая депрессивность, пессимизм и так далее, что эти симптомы станут меньше. Мы вот это ожидаем. Мы не ожидаем, что он уйдет в какой-то стопор, стопор, коматоз или уйдет в кокон. Это не те симптомы, которые будут. А за счет чего это происходит? Это какая-то игра с гормонами? Это не гормоны. И там есть разные антидепрессанты. Они действуют на разные фармакологические аспекты, скажем так. Мы не можем все загрести под одну гребенку. Самая распространенная группа работает с серотонином, но у нас есть и другие антидепрессанты, которые сейчас достаточно распространены и которые выписываются. Поэтому мы не можем объяснить все одним фармакологическим действием. То есть какое-то ощущение вселенского счастья человек все-таки не испытает? Не надо ждать. Нет. Алина, есть какие-то ограничения в связи с употреблением антидепрессантов? Может быть, вождение автомобиля? Может быть, употребление алкоголя? С алкоголем нужно быть аккуратным, но, в общем-то, по другой причине. Все-таки алкоголь влияет на наше психоэмоциональное состояние. Пациенту, которому мы выписываем антидепрессанты, изначально в более расшатанном психоэмоциональном состоянии. Зачастую это пациенту, у которого может быть определенная склонность к суицидальной мысли. И вот эта вот тревожность после употребления алкоголя, заторможенность непосредственно после употребления алкоголя, тревоженность на следующее утро и так далее, может дать толчок, который не нужно было давать. Поэтому в зависимости от стабильности пациента. Я не могу сказать, что со всеми антидепрессантами прием небольшого количества алкоголя вызовет, не знаю, летальный исход. Конечно, нет. Но если у нас человек в психоэмоциональном плане, в тяжелом состоянии, воздействие алкоголя на его психику может быть в другом смысле давать плачевный результат. Вождение автомобиля, это как-то притупляет реакцию? Как правило, нет. Молодеют ли пациенты, которым вы выписываете антидепрессанты? Можете ли вы отметить, что, например, школьники все чаще обращаются с тревожностью, с какими-то намеками на депрессию? Все-таки у нас, как правило, мы говорим о детях, то они получают первичные рецепты от психиатров. В моем списке не так много детей вот этого вот возраста подросткового. У нас есть, иногда так исторически складывается, что в некоторых списках у семейных врачей, которые когда-то работали педиатром, детей больше, и у них больше опыта в этой сфере. Но, как правило, я вижу, что если ребенку в подростковом периоде, где-нибудь в 13-12 лет назначают антидепрессанты, то, как правило, это по совету психиатра все-таки. Бытует мнение, что на антидепрессанты можно подсесть. Что вот если ты на эту тропу вступил, то, собственно говоря, ты по ней дальше и пойдешь. Правда это или нет? Я все-таки не согласна. Я бы сказала, что у вас есть проблемы, которые вы не решили. Если проблема в жизни решена, то, как правило, она не возвращается. Мы больше говорим о том, что значит, ваши отношения к жизни, ваша тревожность, ваши потребности по-прежнему не устранены. Если вы брали работы целый ВОЗ, не говорили всем запросам «нет», не умеете отдыхать, по-прежнему находитесь в сложных больных отношениях, у вас, не знаю, с родителями проблемы и так далее, то, естественно, если этот ком никак не решен, он будет давить до вас, и вы будете постепенно обратно возвращаться к тому, от чего вы уходили. То есть проблемы надо прорабатывать. И, возможно, как правило, антидепрессант дает вам эту передышку, дает время восстановиться. Человек, который понимает это, как правило, пытается за это время что-то предпринять, сменить работу, ну, как-то вылезти из этой ситуации. Если он это не делает, скорее всего, мы вернемся обратно в ту же точку, в которой мы были. Как понять, что человека надо выводить с антидепрессантов? То есть он просто приходит и говорит, я себя чувствую хорошо, или вы все-таки делаете какие-то тесты, направляете его к каким-то еще специалистам? Как правило, это все-таки субъективно. Да, мы спрашиваем, насколько хорошо ты себя чувствуешь. Человек должен прежде всего сам говорить и оценивать, справляется ли он с работой, как у него в семье и так далее. Иногда мы опираемся на субъективное понимание человека, и иногда человек говорит, вот сейчас, не знаю, март месяц, у меня учеба, скажем, до конца мая, и я сейчас эмоционально, психологически не готов отказаться. Я боюсь, что будет экзамен, и меня накроет. Я хочу отказаться, не знаю, там, 1 июня, ну, грубо говоря. И мы говорим, хорошо, мы подождем, вот сейчас, пока спадет это напряжение. И это совершенно хорошо, нормально. Такой человек оценивает свои возможности. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вы смотрели интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова, и у нас в гостях была семейный врач Алина Терев. Алина, правда или нет от антидепрессантов вполне? Скорее нет. Скорее все-таки нет. Антидепрессанты – это дорого, правда или нет? Нет. В большинстве случаев – нет. А все-таки назначается какая-то скидка, да, если выписывается? То есть не по полной цене люди приобретают? Ну, у нас, в общем-то, есть только одно вещество, которое будет реально дорого, со всем остальным можно дешево расправиться. Правда или нет, что люди на антидепрессантах становятся вялыми и утрачивают интерес к жизни? Как правило, нет. Если стало лучше, мы сразу отказываемся от антидепрессантов? Ну, подождать хотя бы пару-тройку месяцев. Правда ли, что если антидепрессанты начали пить, то это навсегда? Точно нет. Субтитры создавал DimaTorzok